Ребята, всем привет! Когда увидела фотографию Славы с надписью, что 20 лет выпуску и надо встречаться, я была просто обескуражена тем, как летит время. Безумно огорчена тем, что не получается приехать и увидеть всех, обнять всех лично. Передаю огромный привет всем ребятам, всем дорогим, любимым учителям. Спасибо вам огромное, что заложили основу, базовые знания в нас. Если говорить вкратце о себе, то я закончила Курганский государственный университет экономику, после этого переехала в Екатеринбург, больше двух лет я проработала в Екатеринбурге, потом вышла замуж и уехала на юга, переехала в Анапу. Больше 10 лет я прожила в Анапе, потом так жизнь распорядилась, что я повторно вышла замуж и переехала на Сахалин. Сейчас уже больше года, как мы вернулись обратно в теплые края. Я живу в Анапе, работаю в Новороссийске, руководителем в банке, замужем. Планирую стать мамой в ближайшее время. В общем, у меня все хорошо, надеюсь, как и у вас. Еще раз всем огромный привет. Спасибо еще раз учителям. Помню всех. Особенный привет. Это Розалия Закировна, наша любимая, классная. Это Ирина Владимировна. Всем привет. Молодцы, кто сумел приехать. Я вам очень завидую. Я тоже хотела, но у меня, к сожалению, не получилось. Пару слов о себе. Некоторые из вас знают, что сразу же после школы я уехала в Израиль. В августе будет 20 лет, как я живу в Израиле. Я здесь выучилась на аудиторе. Сейчас работаю, последние 6 лет работаю в компании, которая дает финансовые условия другим компаниям. Замужем, трое детей. Три замечательной дочки. Сына не хочу. Дочкам мы 11,5, 10 и 2 годика. Если вы еще что-то хотите знать, вы можете спросить Ольгу Фефилову. Она буквально пару месяцев назад была у нас в гостях, уже второй раз, так что она может вам рассказать. Фефилова рассказывает только хорошее. Но если у меня есть такая возможность, я хотела бы выразить свою благодарность искренне, от всего сердца, учителям. Потому что сейчас, когда у меня дети ходят в школу, я понимаю, насколько важна роль учителя в формировании личности ребенка, в его способностях преодолевать трудности, решать проблемы. Все это закладывается учителями в школе. Так что, дорогие и уважаемые учителя, вы посмотрите в округе, и вы можете гордиться своим трудом. Каждый из нас находится там, где он находится, и достиг того, чего достиг, благодаря основам, заложенными вами. Так что огромное-огромное вам спасибо. Будьте здоровы. И если кто-то будет в наших краях, в Израиле, я имею в виду, дайте знать, и буду рада встретиться. Bye! Привет, родная 47-я! Горячий-горячий привет и большой шлет Катя Низамова. Школу обожаю. Много раз задумывалась о том, что для меня школа значит, и какие чувства возникают, что я испытываю. Всегда только самые теплые, самые положительные. Много раз с друзьями и с коллегами сейчас, живя в Москве, обсуждали, а что для вас значит школа. И все говорили, да мы, в общем-то, ни с кем и не встречаемся, связь не поддерживаем. И от этого становилось грустно, потому что мы всё-таки молодцы. Смотрите, какое количество человек удалось создать сейчас и позвать в группу WhatsApp. Когда я была в Санкт-Петербурге, мы встречались с Женей Оряховой. В этом году проездом была Юля Бутова, мы тоже встретились. Это большое счастье через 20 лет увидеть всех тех, с кем учился и с кем связывает много. Школа дала целое сообщество друзей. В Екатеринбурге мы встречались со Светой Захаровой. С Таней Мельниковой, в Москве Сленой Шабашовой, с Таней Варапановой. И это очень здорово, когда сохранились школьные друзья, и связь поддерживается до сих пор. С большим трепетом, любовью вспоминаю всех учителей. Помню, как на уроке алгебры Эвина Владимировна Каплина говорила, для того, чтобы решить задачу, нужно её решить как минимум 60 раз, если не ошибаюсь, если не все 600. И это упорство сохраняется до сих пор. Спасибо. Вложили. Английский. Нина Васильевна Кастерина, конечно, дала очень много. Английский использую до сих пор в работе. На любом месте, где бы я ни работала, везде нужен был английский. Даже не имея основных других навыков и знаний физики, математики, в общем-то, это и не требовалось по функциям. Но, тем не менее, английский, смекалка, возможность работать в команде, а это было уже со школьной поры, это всё очень пригодилось. Участие в КВНе. Помните, всегда мы к чему-то готовились. Применяется и сейчас. Потому что презентации, креативные подходы, это всё осталось в жизни. И это очень здорово. Большое спасибо всем, конечно, учителям. Потому что каждый добавил и внёс вклад в каждого ученика. Отдельно, конечно, стоит отметить атмосферу школы. Она всегда тёплая, дружелюбная. Мы сами замечательные, друг друга поддерживали. Сейчас понятие «одноклассник», наверное, стёрлось в пределах класса одной буквы. Сейчас мы все друг для друга одноклассники. И я очень рада, что все собрались в одну группу WhatsApp, переписываются. Я очень надеюсь, что мы это сохраним и сможем встречаться не только в этом году, но повторять встречи и в Кургане, и в Москве, и в других городах. Это очень здорово. Всех обнимаю, целую, спасибо и очень рада. Очень рада, что мы можем теперь поддерживать связь, даже написав одно-два сообщения друг другу. Хорошего вечера, дорогие учителя и одноклассники. Пока! Добрый вечер. Я Дебилова Лена. Выпуск 2000 года. Мои дорогие учителя, Ольга Васильевна, мои дорогие одноклассники, я поздравляю всех с 20-летием нашего выпуска. Расскажу вам немного о себе, о своей жизни. После школы я училась в КГУ на филологическом факультете. У нас была замечательная группа, состоящая из выпускников нашей школы, поэтому с некоторыми из вас мы общались постоянно еще пять лет. Я практиковала английский в Америке, и потом после выпуска из университета переехала в Екатеринбург, где около 10 лет работала переводчиком. Потом я решила посвятить себя больше семье, детям. И мы уже ездили по работе мужа, жили в Словакии, в Италии, потом снова в Словакии. Поэтому я не могла где-то постоянно работать на каком-то определенном месте. Но благодаря своей профессии я продолжала работать, преподавала английский по скайпу и русский как иностранный. Я закончила курс заочно в МГУ для того, чтобы преподавать. Если своих студентов я чему-то и научила, то с моим мужем полный провал. У меня итальянец и очень плохо говорит по-русски. Поэтому дома мы общаемся на итальянском. И дети, конечно же, говорят по-итальянски. Но, к моему счастью, говорят и на русском, как на втором родном. Я вкладываю в это все силы, хотя я единственная, кто с ним говорит по-русски. Мы читаем книги на русском языке, смотрим фильмы, мультфильмы. И для меня это очень важно. И не только, чтобы они знали язык, но мне хочется передать им культуру, наши ценности. Не потерять вот эту культурную связь со своими детьми. Я бы хотела от всего сердца поблагодарить всех учителей за то, что вы нам дали, за то, что вложили в нас. Вы нам дали замечательный старт в жизни. Я считаю, что я многим обязана в школе. Английский язык, который сопровождает меня всю жизнь, я полюбила благодаря моему первому учителю. Ольга Викторовна, спасибо вам огромное. Вы вдохновили меня на дальнейшее изучение английского. Вадим Евгеньевич, ваши интереснейшие уроки перевода и английской литературы. В перевод я влюбилась с первых уроков и всегда хотела стать переводчиком. Английская литература до сих пор меня сопровождает как хобби. Я хожу на встречи клуба, мы читаем книги на английском языке, обсуждаем их. Совсем недавно, сама от себя не ожидала, вспомнила монолог Гамлета на английском языке, чему все так поразились, что мы в школе это изучаем. И вообще хочу сказать, что не только предметы, цены, знания, которые вы в нас вложили, но также тот взгляд на мир, то отношение к жизни, которое вы нам привили. Я часто вспоминаю Ирину Владимировну на уроке математики. Вы учили нас стрессоустойчивости. Мы ходили по утрам, зимой, темно, холодно, к нулевому уроку переписывать наши двойки и тройки по алгебре. Но сейчас думаю, даже не в алгебре дело. А мы поняли, что практически каждую ошибку в жизни можно исправить, что можно всегда стремиться к лучшему, ставить себе более высокую планку. Научили нас целеустремленности, стремлению к саморазвитию. И вот эти качества, они очень сильно в жизни помогают и сопровождают нас всю жизнь. Спасибо вам огромное, дорогие учителя. Я всех обнимаю и очень надеюсь когда-то встретиться с вами лично. До свидания. Привет, родная 47-я. Привет с Камчатки. Привет выпускникам. Поздравляю их с 20-летием выпуска. Вы такие большие все собрались, там такие взрослые. Всем привет, по всем скучаю. Очень была бы рада вас увидеть. Хочу сказать большое спасибо школе. Желаю ей процветания. Желаю оставаться в топе школ города Кургана, а лучше на его вершине. Достойных учеников, достойных учителей. Всего самого-самого наилучшего. Хочу большое спасибо сказать учителям Ирине Владимировне Соколовой за это, учитель начальных классов. За тот вклад, за то, что она заложила в нас базу, с которой мы прошли вплоть до 11 класса. Понимаю сейчас как мама, насколько это важно, когда у ребенка в начальной школе достойный хороший учитель. Хочу сказать большое спасибо Ирине Владимировне Каплиной, вы царица математики для меня в 47-й школе. Благодаря вам я люблю этот предмет. Полюбила его и люблю до сих пор, и передаю эту любовь своему ребенку. Большое спасибо Кастериной Нине Васильевне, как нашему классному руководителю и учителю английского языка. За ваш английский, безупречный, за ваше произношение. Учу сейчас этому своего ребенка опять же. Большое спасибо за ваш труд, за ваше понимание, за ваше вложение, за ваше терпение к нам. Розалия Закировна, большое вам спасибо. Вы такая суровая, строгая сначала оказались человеком с большим, огромным, добрым и любящим сердцем. Воспитывали нас, когда мы шкодили с Ленуськой, снова воспитывали. И пусть поздно, но мы поняли, какая вы замечательная, какой вы замечательный, классный руководитель. Спасибо вам большое, большой привет. Большой привет Вадиму Евгеньевичу, учителя перевода, монолог Гамлета. Ну, по крайней мере, его начало я помню до сих пор. Спасибо огромное, и всем большой привет в Камчатке. У меня все хорошо, у меня муж, ребенок. Живем, работаем, учимся. Все здорово, всем привет. И преподаватели, и выпускники 2000. Передаю вам пламенный привет из города Екатеринбурга. Искренне сожалею, что не могу присутствовать с вами сегодня лично, поэтому скажу все удаленно. Жизнь моя сложилась следующим образом. После школы я уехал учиться в Екатеринбург, где я нахожусь по настоящий день. Закончил Уральский государственный экономический университет по специальности мировая экономика, международные экономические отношения. Получил также смежные специальности переводчика, финансиста в наших рядах вооруженных сил. И до кучи еще выучился на психолога. Стал ли я умнее? Да навряд ли. Зато получился по максимуму. И теперь понимаю, что только благодаря нашей школе, нашим учителям я получил базовые знания, которые можно, по сути, применять во всей нашей жизни. Огромное спасибо за английский язык, которым я, слава богу, пользуюсь, уезжая за рубеж в отпуск. Это здорово. Многие нам завидуют. Что я хотел вам пожелать? Пусть у вас все будет хорошо. Давайте как-то чаще встречаться. Очень надеюсь, что хотя бы в следующем году или на 25-летие я буду присутствовать с вами лично. Всем пока. Привет из солнечного Санкт-Петербурга. Меня зовут Сережа Кухов, один из ТГ. Я уехал в Санкт-Петербург в 2003 году на учебу. Ну, по итогу, тут и остался. Жена у меня Курганская. Сейчас двое детей, две девочки. Здесь и два года. Ну, что вы там, чай пьете? Приятного аппетита. Хотел бы к вам присоединиться, но не могу. Работаю я почти по специальности. Начальником IT-отдела. Компьютеры, роботехника, все такое. Не знаю, кто-нибудь до меня уже это говорил или нет. Подписывайтесь на этот канал и нажмите колокольчик. Всем привет. Я Лариса Домнина. Очень рада, что есть такая возможность со всеми поговорить хотя бы онлайн. Очень рада, что у вас сегодня произойдет это замечательное событие, встреча. Супер. Я бы тоже поучаствовала с радостью, но, к сожалению, не могу приехать. Дорогая 47-я, дорогие учителя, низкий вам поклон. Очень часто жалею о том, что в Питере нет такой 47-й. Так вот, дорогие учителя, спасибо вам за ту базу, которую вы нам дали, за то, что вы помогли нам почувствовать уверенность в себе. Ольга Викторовна, если вы меня слышите, спасибо вам за ваш английский. Я помню такие пятерки в дневнике, вот с такой вот подписью. Ольга Васильевна, помню, что я постоянно опаздывала, и вы, спасибо вам, не писали меня куда-то там в эти черные списки. Я живу в Питере, окончила Санкт-Петербургский химико-фарматический институт. Я инженер-технолог, произвожу лекарства. 15 лет уже работаю на одном заводе, от мастера до зам. директора по производству. Произвожу лекарства в основном для астматиков, противоастматические аэрозоли. Всем желаю прекрасного вечера, с радостью встречусь, обязательно при любой возможности. Если вдруг буду в Екатеринбурге или в Москве будет встреча, обязательно звоните, пишите. Всем пока! Ребят, привет! Добрый вечер, дорогие учителя! 20 лет со дня выпуска. Да, цифра красивая. Невероятная, но красивая. Поэтому я вас всех поздравляю. Очень жаль, что я не смогла приехать, но поверьте, душой я с вами. Несмотря на то, что, кажется, всё так давно было, те знания, которые вложила школа, вложили учителя наши любимые, они настолько крепко уложились у нас в головах, что даже сейчас, изучая различные предметы с младшей, со старшей дочкой, всё это выручает, всё это помогает. И прям огромнейшая вам за это благодарность. Несмотря на то, что у меня работа сейчас не связана с английским языком, я занимаюсь одеждой, модой, красотой. Но всё же, когда езжу на международные выставки, когда общаюсь с иностранными партнёрами, всё это максимально быстро всплывает и очень сильно помогает в работе. Я вас всех помню, всех люблю, всех своих учителей. Нина Васильевна, Ольга Викторовна, Вадим Евгеньевич, прям вот вам огромнейшая благодарность за знание английского языка. Ольга Васильевна, Маргарита Степановна, Ирина Владимировна, всех вас помню, всех вас очень сильно люблю. Шлю вам горячие приветы. Поцелуем. И самое главное, классного вам отдыха сегодня. Жду от вас кучу фоток, видео. Шикарнейшего всем настроения. И пока-пока. Любимая 47-я, дорогая Ольга Васильевна, самые лучшие учителя на свете, Ирина Владимировна, Розалия Закировна, И, конечно же, ребята самого веселого, умного выпускного класса 2000 года. Приветствую вас из штата Огайо, города Коламбуса. Хочу поблагодарить школу и учителей за важнейшую роль, которую вы сыграли в становлении нас как личностей. Помимо знаний, вы научили нас усердию, трудолюбию, целеустремленности и вообще как работать, пахать, успевать, так как требования в 47-й всегда были высокими. Но это подготовило нас к реальности настоящего мира за пределами школы. Спасибо вам за вашу энергию, за вашу любовь, за ваше небезразличие. Любимую школу буду помнить и благодарить всегда. А наших учителей всегда вставлю пример. Всем замечательного вечера. Надеюсь присоединиться к вам когда-нибудь на 25-летие, на 30-летие. Всех люблю и помню. Ребята, привет еще раз. И дорогая школа. Это песня для выпускников 2000 и для учителей, естественно. К чай питью строго не судите. У меня 3.15 ночи. Ну все, поехали. А, да, Женя, выпей, пожалуйста, за меня чашечку чая с моей любимой вафелькой. Субтитры сделал DimaTorzok Очень четко-четко помню я тот страх и тот мандраж, Когда строгая Иринушка вызывала к доске нас. А теперь мы благодарны за ее серьезность к нам. После капли на Ирины ничего не страшно нам. Говорим, говорим спасибо вам, говорим спасибо вам, За ваши старания, за вашу любовь к нам. КВН и перемены на крыльце на улице, В агидасовских костюмах пацаны ходили все, А девчонки на платформах с челками на лаке. Наши танцы в столовой под бэкстрит бойзы, руки вверх. Говорим, говорим спасибо вам, говорим спасибо вам.